всем привет с вами канал все для города 1 июля вот что я здесь делал здесь у нас флокса растут у них завелась крапива сейчас я дергал перчатку конечно не на не нашел я целлофан взял отправ немножко ужарился немножко ладонь немножко чуть-чуть все продергал освободил от крапивы вот там еще чернобыль надо подергать чтобы флоксы ничто не мешало расти и цвести они цветут в основном в июле месяце флоксы здесь уже флоксов мало чего осталось здесь вот они были в рядок так ровненько сейчас видите кое-где в основном заселилась крапива вот еще там дальше крапива здесь у нас дорожка была это уже как два года дорожки нету и вот крапива растет а дело в том что я осенью нарезал эти вот лишние ветки набросал хотел сжечь они короче зачем мы не высохли сырые так я туда бросил мы уже начали вокруг ходить а здесь дорожку перестали ходить здесь уже у нас крыжовник был здесь вот на 1 лет опять смороди это крапива и вот и и точь слива вот растёт вот прям здесь а там крыжовник надо будет вырубить и вот она здесь дорожка была крыжа никой возле дороги дорожка вот в вырослась Лево от корня Хотя слива вот она здесь большая И здесь еще третья выросла Там еще, короче, буду вырубать Нафиг нужно Все зарастет А крыжовник у них, крыжовник, свет Надо, чтобы там светло было А там за счет этого темно Завтра на все повырубаю Вот, сегодня у нас первое У нас со вторника шли дожди большие То есть, ну, не переставая Дожди, дожди То такой слабенький дождь идет То льет как из ведра Вот вчера вообще лил как из ведра И утром еще лил как из ведра Но сейчас вроде погода наладилась Облака прошли Я думаю, будет сухо А то сразу как-то похолодало Огурцы перестали расти Вот, накидал целую кучу этой крапивы Ее можно набросать в бочку с водой То есть, сделать зеленое удобрение Не нарезать, то есть, перчатки надо надеть Надо найти перчатки И вот, всю вот эту зеленую массу крапивы Бросить в бочку И будет хорошее удобрение для полива То есть, азотное удобрение Получить зеленое удобрение из крапивы Но можно из любой травы делать Я уже делал из ныти Вот, уже разводил там водой Но потом уже, уже заливал несколько раз Бочку воды Там уже это удобрение не осталось Просто поливаю Может быть, там слабый раствор есть и все Вот Короче, продерну колотуху Все Завтра, да завтра Так, здесь я заказывал персик Питомник Крым Садовый край То есть, он прислал два персика Один персик я отдал соседям А другой персик я взял себе Он был там, вроде как, с листочки у них начали расти Вот Посадил я 20, по-моему, 6 мая И вот он целый месяц рос Короче, ничего не рос, не вырос Эти листочки, которые были, вроде зелененькие Они все засохли Не знаю почему И он Вот Место нормальное Здесь уже подготовлены Там песок, навоз Не знаю, что он не хочет расти Чем не хватает Вроде поливал в жаркую погоду То есть, до 20 У нас июня Не было дождей Я простое Периодически поливал водой Думал, тронется в рост Не, ни хрена не тронулся Короче, не стоит заказывать Разные Из питомника Садовый край Я думал, тронется А там корней не было Они прислали просто, как, знаете У морковки, вот Толстый Вроде как корень А вот таких вот Таких вот Таких мелких корней не было Просто Прислали глины Намазали Я вымачивал трое суток После того, как Пришла посылка из Крыма Через Восемь дней Или семь дней Восемь, по-моему Вот Три дня вымачивал в воде В бочке с водой Думал, тронется в рост Поливал Все нормально засыпал Ничего не хочет Трогаться в рост И ни от корня не идет И так На ветках ни хрена ничего нету Короче, выброшенные деньги Безуспешно выброшенные деньги Вот я им написал, что они Он как бы У меня не тронулся в рост Они говорят мне Покажите фото Я им отослал Думал, они у меня еще пришлют Один кустик хотя бы За деньги Этот персик Но ничего, что-то не присылает За счет вот этих дождей У меня здесь наросла крапива Она была в двое раза меньше А здесь она была такая здоровая Все здесь заросло За счет этих вот Пять дней дождей лилий Блин, и все заросло Блин, выше меня Вот эта крапива растет Вот Хорошо я здесь в прошлый раз Здесь Проказил дорожку Здесь тоже Росла крапива Здесь вот все Выкосил Всю крапиву я выкосил Здесь Как раз Вот А то тоже бы еще Метра два была Крапива Вот Ну здесь Локтики Здесь тоже надо Продернуть эту травку Которая не нужна Здесь растет Ну Это проще А то здесь Крапива все-таки Обжигает руки Так Здесь у нас растет Этот самый Пустырник Который Можно лечить Поджелудочную Залезу Заваривать Его пить Как в свежем виде Так и в сушеном виде Трава очень горькая Вот прям Пьешь Горечь Горько Горько Не знаю Че он там лечит Это трава Пустырник Поджелудочную Железу Я обычно Поджелудочную Магнитом лечил Просто магнит Кладешь В область Поджелудочная Железная Держишь там Потом крутишь его И потом Где-то минут Через 30 Боль проходит Ну если Есть боль Поджелудочная Железная Железы Вот Так Дальше Идем Здесь тоже Надо продергать Крапиву Так Здесь у нас Наросла Калина Я здесь уже Резал ее Несколько Акратно Она здесь Опять Видим Вороби Чирикнули Попкой Я здесь Ее не сажал Я уже Здесь резал Здесь у нас Смородина Черная Растет Блин А здесь Это калина Залезла Зараза Так Здесь у нас Груши растут Сорт Чижевского Привел Сам Вот растет Она уже Где-то Порядка Больше Десяти лет Вот Макушку Я там Отпилил Оставил Два Пятьдесят А остальные Ветки Распределил Горизонтально На которых И Формируются Плоды Что Вот эти Ветки Растут Вертикально Я их Сгибаю При помощи Разных Проволок Чтобы Они Закладали Ветки С отцветами Вот Эта Ветка Она была Вертикальной Вот Видите На ней Образовались Груши Ну ладно На этом Видеоролик Заканчиваю Спасибо За просмотр С вами канал Все для города Всем пока Пока